Этот проект организован историко-краеведческим музеем при поддержке Смоленской АЭС. Во втором этапе члены жюри оценивали работы, опубликованные авторами на портале с 27 февраля по 20 марта. Победителем стала Александра Бурдова. Она написала рассказ о художниках Евгении и Валерии Власовых. Моя тема была именно о семье Власовых. Я рассказывала про то, как они познакомились, их биографию, то, как они развивались, как они приехали сюда жить и как у них появилась своя мастерская. Я просто живу и рядом с ними смотрю на их жизнь. Я очень восхищаюсь тем, как они профессионально все это делают. Дипломами второй и третьей степени награждены педагоги детского домотворчества Нина Лихолет и Лариса Орлова. Я хочу сказать, что проект «Летопись Десногорска» вообще очень замечательный, потому что я считаю, что, как говорят, что страна должна знать своих героев, так и наш город должен знать о каждом десногорце, наверное, об истории его появления в нашем городе, о его вкладе в развитие нашего города. Мне хотелось бы сказать о герое, о котором я написала. Это Светлана Павловна Терехова, первый директор нашего Дома детского творчества. То есть первый директор еще того Дома пионеров. Конечно же, человек легендарный, я считаю, потому что благодаря ей, наверное, мы и стали такими педагогами в нашем Доме детского творчества. Вы также можете принять участие в проекте «Летопись Десногорска». На сайте «Десногорск67.ру» можно разместить рассказ, видеоролик и фотографии о замечательных жителях нашего города, о достижениях прошлого и настоящего.